Кейн Энтертейнмент представляет Количество очков боеспособности на полторы тысячи больше В топовом корпусе 15500 С навыком командира, мастер борьбы за живучесть 17950 Это солидный запас очков боеспособности для артиллерийского эсминца на седьмом уровне С таким запасом жира можно в открытую перестреливаться чуть ли не с половиной эсминцев на уровне И в некоторых ситуациях понаглеть и пострелять по крейсерам и линкорам не из дымов Артиллерийское вооружение здесь довольно-таки мощное 7 стволов 120-мм артиллерии скомпонованы в трех двухорудийных башнях и одной одноорудийной башне на носу корабля Основная огневая мощь расположена на корме эсминца И на нем очень удобно играть на отходе Когда вы атакуете, вы используете всего лишь 3 ствола, а когда отступаете 4 Я стараюсь применять все 7 орудий, немного подворачиваю борт, делаю выстрел и снова отворачиваю, пока идет перезарядка Которая длится целых 6 секунд Да, из-за большого количества орудий приходится жертвовать скорострельностью Хорошо, что ее можно разгонять навыками командира, про которые я расскажу немного позже Сейчас вы видите бой, где я встретился на точке А с другим вражеским артиллерийским эсминцем, у которого кстати тоже 7 орудий Мне было опасно продолжать с ним перестрелку, поскольку были высоте шансы, что он меня разберет При поддержке своих союзников, ведь мои меня не очень сильно поддерживали Мне пришлось применить хитрость, я обошел его немного сбоку и подождал пока рассеются его дымы Для того, чтобы застать врасплох и нанести удар первым И соответственно я сразу же стал на отход Также на точке вместе с эсминцем была вражеская подводная лодка, которую мне не удается забрать своими глубинными бомбами Ведь недостаток всех эсминцев в том, что им нужно находиться над подводной лодкой И даже чуть-чуть впереди ее, чтобы эффективно сбрасывать глубинные бомбы У линкоров и крейсеров такой проблемы нету, так как у них есть авиаудар, который весьма комфортен и эффективен в применении против подводных лодок Все, что мне остается работать из артиллерии по подводной лодке, пока она находится в свете Если она уйдет под воду, то я ничего не смогу с ней сделать В отличии от моих союзников, которые стоят сзади меня и не применяют авиаудар глубинных бомб Основные параметры артиллерии такие же, как и на предшественнике Альфа фугасов 1700, шанс на поджог 8%, максимальная дальность 10,9 км Для седьмого уровня это неплохая дистанция, но для артиллерийского эсминца желательно стрелять немного дальше Я бы рекомендовал разогнать дальность стрельбы навыком командира за 4 очка мастер ГК и ПВО Начальная скорость полета снарядов здесь выше, чем на предшественнике Если кто помнит, то на шестерке и пятерке начальная скорость полета снаряда была в 808 метров в секунду Здесь 900 метров в секунду С такой начальной скоростью полета можно стрелять на дистанцию в 13 км и спокойно сжечь линкоры Не опасаясь, что вам прилетит ответка на пол лица По навыкам командира у меня стоит профилактика из последних сил и мастер борьбы за живучесть В дальнейшем я поставлю навыки мастер ГК и ПВО и взрывотехник, которые увеличат шанс на поджог Но это конечно же если у меня будет нужное количество очков навыков командира Мастера маскировки я бы пока не спешил брать, так как я играю в основном от артиллерии и стараюсь не захватывать точки в начале боя Этот капитан у меня останется на этом эсминце На восьмерку я пересаживать его не буду, а посажу уже более прокаченного капитана И на нем я уже буду рассматривать два варианта раскачки командира Начиная с восьмого уровня на этих эсминцах будет РЛС, которая бьет на 9 км, но на короткий промежуток времени, всего лишь 10 секунд Если затачивать эти эсминцы в контр-эсминец, то есть эсминец, который будет противодействовать вражеским эсминцам То конечно надо брать навыки на расходники, такие как мастер снаряжения и суперинтендант И на скорострельность артиллерии Специалист ГК и ПВО, который уменьшит время перезарядки на 5% И отчаянный, который также увеличит нашу скорострельность, когда эсминец потеряет немного очков боеспособности Второй вариант, заточить полностью все навыки в артиллерию и живучесть эсминца и использовать его как артиллерийский эсминец И в редких случаях использовать как контр-эсминец Ну то есть при возможности применять РЛС и вести борьбу с вражескими эсминцами на точке Пока что я не уверен какой вариант выберу, но оба варианты будут хороши в использовании в разных ситуациях Например, если увеличить дальность артиллерии, можно стрелять по вражеским крейсерам с РЛС, не попадая в зону действия их РЛС Но конечно же для этого нужно, чтобы ваши союзники светили этот крейсер, пока вы будете стоять в дымах и вести настрел Что лично у меня происходит не часто, так как основной свет своей команде даю именно я И когда у меня появляется возможность встать в дым и настрелять достаточное количество урона по засвету моих союзников, я непременно воспользуюсь этой возможностью По модернизациям я не ставил ни одной модернизации на этот эсминец Для меня он показался в целом комфортным и без модернизации Но я бы рекомендовал поставить модернизацию в четвертый слот энергетическая установка Для того, чтобы когда вы будете стоять в дымах и вести настрел по противникам, вражеский эсминец скорее всего проторпедирует ваши дымы И чтобы избежать торпедной атаки, нужно будет быстро набрать ход, в чем и поможет энергетическая установка Можно также взять модернизацию в третий слот системы наведения на точность главного калибра Хотя и без нее довольно-таки точная артиллерия По крайней мере на дистанции засвета вражеского эсминца артиллерия довольно-таки точная В основном я стараюсь стрелять по вражеским эсминцам по двум причинам Первая, это потому что у меня нет бронебойных снарядов, которые я бы применял против крейсеров и линкоров, если они будут стоять ко мне бортом А вторая причина в том, что урон по эсминцам гораздо ценнее, чем урон по линкорам И для того, чтобы попасть в топ своей команды, можно перестреливаться с вражеским эсминцем или с двумя Захватить точку или получить помощь в захвате и таким образом попасть в топ-3 своей команды по чистому опыту Как вы видите, по результатам после боевой статистики я занял первое место благодаря тому, что нанес достаточно много урона по эсминцам и захватил точки Сейчас я хотел бы представить вашему вниманию бой на карте Гавань, где я в отряде с линкором решил зайти по флангу к противникам в тыл И как только они начнут перестрелку с моими союзниками, я поставлю дым и буду работать в своей фугасной артиллерии, развешивая пожары на линкоры и по возможности стрелять по вражеским эсминцам Конечно, если их будут подсвечивать мои союзники, но к сожалению, из-за недостатка навыков командира, моя маскировка не позволила воплотить мой план в действие И мне пришлось поставить дым гораздо раньше, чем я планировал, но в целом позиция была выгодная для меня Во-первых, я хорошо пострелял из артиллерии по вражескому эсминцу, из дымов, не получив ответку от него Это был британский эсминец, который славится своей скорострельной артиллерией и высокой боевой эффективностью на близкой дистанции Так что если бы он захотел, он бы мог меня разобрать Во-вторых, на меня начал выходить вражеский британский линкор, который поймал две моих торпеды и с помощью своей артиллерии я его добил В этом бою мне повезло, что у линкора оставалось мало очков боеспособности, иначе бы с двух торпед и залпа с артиллерии я бы его точно не забрал В этой ситуации я немного растерялся, поскольку только что мой соотрядник на линкоре сообщил, что его отправляют на дно И я в спешке сбросил торпеды, если бы у меня были британские торпеды, которые очень медленные, то в этой ситуации линкор бы выжил Торпедное вооружение, на мой взгляд, немного слабее, чем на предшественники По всем характеристикам они одинаковые Урон 7500, дальность хода 7500, время перезарядки 75 секунд и скорость хода 72 узла Вот только на эсминце 7 уровня Гром торпедное вооружение представлено двумя трехтрубными торпедными аппаратами А не четырехтрубными, как на предшественники Поэтому вместо 8 торпед у меня только 6 Что может в некоторых ситуациях сказаться на эффективности эсминца на близкой дистанции Когда придется забрать вражеский линкор торпедами, а урона может не хватить, так как торпед на 2 штуки меньше Следующий остаток боя, я остался один на фланге, со мной еще была подводная лодка Противники начали контратаку, конкретно меня преследовал итальянский крейсер Амалфи Итальянские крейсера очень опасны для эсминцев, поскольку у них артиллерия не имеет фугасов, но зато имеют полубронебойные снаряды Которые отрывают по пол лица эсминцам, а иногда даже могут ваншотнуть Я это прекрасно понимал и пытался от него убежать Для того, чтобы убавить пыл своего преследователя, я разумеется сбрасывал в него торпеды на отходе За все время преследований он поймал только 2 штуки Когда я заметил, что наконец-таки меня услышала моя команда и начала вести огонь по вражескому крейсеру, ведущему за мной погоню Я встал в дым и попытался от него отбиться Моя артиллерия весьма успешно вешает на него пожары, но этого недостаточно для того, чтобы противодействовать вражескому крейсеру Меня спасают в очередной раз мои быстроходные торпеды И когда крейсер исчезает из поля зрения и снова появляется, я замечаю, что у него остается боеспособности на один чих После чего я его, конечно же, забираю и остаток боя я возвращаюсь на точку, для того, чтобы ее захватить Моя команда в этом бою победила Я оказался в топ-3 своей команды, но мог бы быть и на первом месте, если бы мне не помешал итальянский крейсер, на который у меня ушло много времени По маневренным характеристикам, эсминец очень приятный Максимальная скорость хода 39 узлов, с флажком Sierra Mike 41 узел Благодаря такой высокой скорости хода, мне удалось оторваться от преследования вражеского крейсера Плюс ко всему, есть еще 8% форсаж, под которым можно будет разогнаться до 42 узлов без флажка и 44 узлов с флажком Радиус циркуляции 610 метров Среди исследуемых эсминцев на 7 уровне, лишь у троих эсминцев радиус циркуляции меньше Это японский Шарацуи и паназиатский Джахмада У них по 590 метров, что не намного меньше, чем у Грома А у американского Механа 560 метров У всех остальных либо столько же, либо больше Так что, на мой взгляд, этот эсминец комфортно себя будет чувствовать в островах или вблизи их Про ПВО могу сказать, что здесь оно очень слабое, в отличии от первой ветки европейских эсминцев, у которых ПВО очень мощное На этих эсминцах отсутствует данная аура, да и средняя и ближняя аура обладают невысоким уроном, по сравнению с другими эсминцами на уровне Конечно же, кроме этих эсминцев, есть еще несколько веток других эсминцев со слабым ПВО Например, французские эсминцы и итальянские эсминцы Но у них есть свои преимущества Французы очень быстрые и слишком маневренные, по которым будет тяжело прицелиться авику У итальянцев есть дымогенератор полного хода, который скроет эсминец от авианалета и даст возможность отступить к своим союзникам На этой ветке европейских эсминцев, если вы попадете в бой с авианосцами, то я вам рекомендую держаться рядом с каким-нибудь союзником с хорошим ПВО Ну или же если авик не работает на вашем фланге, то можно попробовать понаглеть В случае чего у нас есть дымогенератор, который скроет нас в дымах, но нам придется оставаться на месте То есть такой возможности, как у итальянца, у нас не будет Поэтому далеко вглубь к противникам лучше не заходить Ну а на этом у меня все, всем спасибо за просмотры, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали это Поставьте лайк, если видео было полезным или интересным, вам не сложно, а мне приятно С вами был Кейн, до встречи в новых видео